Что происходит в финальном эпизоде, если сильно полюбишь? Прежде всего не забудьте поставить лайк нашему видео. Дети идут в дом Умута. Хотя Атеш понимает, как сильно он их любит, он решает пойти один. Лейла снова подрывает доверие Атеша, и они оказываются на распутье. Все, что делает Фюсун, теперь раскрыто. Дело об опеке над детьми завершено. Атеш и Лейла вместе отправляются в отпуск, чтобы детям было хорошо. Считается, что они приехали в отель в свадебное путешествие. В этот праздник они решают подружиться. Эта ситуация для них очень сложная, потому что они влюблены друг в друга. Атеш узнает, что Ферузи, мать, которую Лейла искала много лет, Лейла очень удивлена, что Атеш не хочет развода. Хотя он не знает, что делать, он соглашается сыграть последнюю игру с Атешем. Они делают все, чтобы убедить домашних в своем браке. В этом процессе Атеш делится своими истинными чувствами с Лейлой. Он не может сильно сдерживать себя, когда думает, что ему нужно защитить своих огненных братьев. Пока они готовят детям игру, Фусун готовит ее для Лейлы. После признания Атеша на свадьбе Лейла быстро уходит. По дороге ему помогает кто-то, присутствовавший на свадьбе. То, что он сделал, на самом деле очень огорчает Атеша. Положение банды дома находится в большой опасности. Весь порядок перевернут с ног на голову. Из-за того, что дети настолько привыкли к Лейле, у них начинаются проблемы дома. Атешу снова приходится поддерживать баланс для содержания подстражей. Атеш предлагает Лейле жениться, и к ним приходит Фусун. Они объясняют детям свои решения. Пока Эльгас реагирует на этот брак, Лейла не знает, что делать. Мирьем признается Мерту, что они мошенники. Фусун пытается забрать у банды замыслы, которые выдадут ее. На свадьбе Лейлу ждет сюрприз. Лейла и Атеш становятся любовниками, однако они решают на время скрыть это от всех, чтобы дети не запутались. Фусун раскрывает тайну банды. Создание новых игр ставит каждого на новый путь. Сотрудничество, Умута и Биджа сближает их. Пока Атеш пытается решить социальную тревогу Айдоса, он развлекает и сближает всю семью. Пока это происходит, Фусун не сидит без дела и продолжает свои планы. Атеш перестает скрывать свои отношения. Лейла и Атеш очень сблизились. Они сами не знают, какая ситуация между ними. Хотя эта неопределенность смущает Берит, она не отказывается от общения с дуэтом. Фусун случайно узнает удивительную информацию о Лейле и отправляется за ней. Эта информация дает ему преимущество. Речь Берита сближает Атеша и его братьев. Это объединяет всю семью. В конце последней серии Хасан встревожил Лейлу и нас, окликнув свою жену. В то время как Лейла говорит Атешу, что он тот человек, которого ее семья хочет заставить ее выйти замуж, она говорит Хасану, что его отец много должен людям в этом доме, и ему приходится работать, чтобы заплатить это. Он вынужден дать свой номер телефона, чтобы избавиться от Хасана. Хасан постоянно пишет Лейле. Тем утром Атеш спорит с Ильгазом о поездке на день рождения к другу. Когда Ильгаз рассказывает ей что-то о ее матери, она выгоняет девочку из дома. Ильгаз берет своих братьев и сестер и няню и идет в дом Умута. Однако Умут не может особо заботиться о детях, даже если это за компанию и устанавливает правила поведения в доме. Более того, он говорит детям, что они могут делать все, что хотят, и не заботиться о них. Атеш же, пользуясь отсутствием детей, устраивает дома вечеринку на 300 человек, как в старые времена. Ильтер и его семья мошенников, а также множество слуг начинают работать на вечеринке. Якуб и остальные каким-то образом дистанцируются от окружающих Атеша. Барыш запугивает охранника, записывает это на видео и на следующий день увольняет. Их цель – заменить охрану дома и не допустить проникновения Хасана и его семьи. Чтобы не оставить Атеша одного на вечеринке, Лейла оправдывается игрушкой и идет домой. Он пытается заставить Атеша ревновать так же, как он завидует Атешу. На следующий день Ильгаз идет на день рождения своего друга. Лейла и Атеш тоже там. Друзья издеваются над Ильгазом и запирают его в чуланы. Атеш и Лейла находят девушку, обнимают ее и уходят. Атеш ведет себя как настоящий брат. Более того, он извиняет перед Ильгазом за то, что выгнал его. Тетя и Умут возвращаются домой после того, как сообщили адвокату, что Атеш уволил Ильгаза. Когда адвокат узнает о ситуации и спрашивает Ильгаз, у кого она хочет остаться, маленькая девочка хочет остаться в своем доме. Якупа и его команду ловят Хасан и его семья вечером вечеринки. Чтобы доказать, что они не мошенники, Якуб говорит им, что у него есть дизайн матери Атеша и что он продаст его и отдаст им деньги. На самом деле она крадет платье и продает его, оставляя немного денег себе и отдавая их родителям Хасана. Ильтер, с другой стороны, удивляется, когда понимает, что платье, одно из первых платьев Юли Диханым, было украдено вместе с брошью на воротнике. Он чувствует себя очень грустным и виноватым из-за того, что доверие его матери было украдено из-за вечеринки, которую он устроил. Лейла сразу давит на Якупов. Сначала они это отрицают, но когда девушка угрожает отменить план, они рассказывают им, где продали платье. Лейла немедленно идет за платьем. Он отправляет платье, которое так старался найти, Атэшу анонимным грузом, чтобы его не обнаружили. Огонь очень рад. В тот вечер Лейла проводит время с Атэшем в саду вместе с Айдосом и Берит. Берил и они спят под звездами. На следующий вечер Айда сжигает палатку своего брата, потому что хочет, чтобы он остался с ними дома. Слава богу, Лейла рано понимает ситуацию и тушит пожар. Несмотря на горящую палатку, он все равно настаивает на том, чтобы остаться там. Лейла говорит что-то, чтобы спровоцировать Атэша, и в конце серии Атэш берет Лейлу на руки и входит в дом. Детям необходимо решить, с каким братом или сестрой они останутся. Фюсун засучила рукава, чтобы повлиять на решение детей. Атэш пытается разобраться с проблемами, вызванными Ильгазом. Он ищет свою прежнюю веселую жизнь. Пока Лейла пытается наладить отношения между Атэшем и детьми, они сближаются и начинают ревновать друг друга. Сюрприз Лейлы таков, это удивит Атэша. В результате недоразумения Лейла чувствует месть Атэшу. По этой причине он играет в игру на мероприятие, которое посещает вместе с братьями Аркали. Когда они оба понимают, что правда не такая, как они знают, все меняется, и отношения между ними становятся лучше. Атэш потрясен своими отношениями с детьми и принимает решение. Узнав об этом решении, Лейла вступает на необратимый путь в отношения Атэша. На этом наше видео, если сильно полюбишь, закончилось. Не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся в следующих видео, пока.